Итак, мы начинаем. Мы начинаем с того, что без покемонов не останется. Блогера Руслана Соколовского отправили под домашний арест. Суд после апелляции смягчил наказание. Теперь ловцу покемонов в храме на крови не придется два месяца сидеть в СИЗО. Заседание проходило в закрытом режиме. К зданию для того, чтобы поддержать Руслана, пришли его друзья и даже поклонницы. Защита настаивала на домашнем аресте, потому что мама блогера инвалид. Ему нужно за ней ухаживать. Женщина также пришла на заседание и рассказала, что не осуждает сына. Вы осуждаете действия своего сына или поддерживаете? Нет, я не могу осуждать. Это его личное мнение, и я не могу быть. А какое у него мнение? Ну, какое мнение? У него свое мнение, но почему-то его представляют каким-то другим. На время следствия Руслану Соколовскому предоставил свою квартиру его адвокат. Так что под домашним арестом до ноября блогер останется там. Соколовского подозревают в экстремизме оскорблений чувств верующих. Как отмечают следователи, дело не в том, что парень ловил покемонов в храме, а в оскорбительном и нецензурном ролике, который он снял и выложил. Тем более, что готовился к преступлению Руслана заранее, и таким образом хотел привлечь внимание к своему видеоблогу. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего. Красотища такая.